Итак, на бирже полный раскардаш, рынок при этом медвежий, все плохо, мы отправляемся в летнее путешествие и самое время, наверное, предаться размышлениям о мудрах мысли относительно фондового рынка, инвестиций и экономики. Восток, дело тонкое. Восток, дело тонкое. В качестве довода, как правило, воспринимается этот довод как просто убийственный никому афоризму. Вообще, если ваш оппонент в дискуссии часто прибегает к афоризмам не в качестве иллюстрации мысли, а в качестве самодостаточного довода, мой совет, завершайте спор. Скорее всего, ваш собеседник слишком глуп и самодоволен, чтобы понять, что спор это когда вы вместе складываете некий пазл, чтобы увидеть в конечном счете картинку, а не когда вы играете в пинг-понг и вся суть не в том, чтобы куда-то вместе прийти, а в том, чтобы ловко отбить. Так что разговор, неважно, кстати, о фондовом рынке, о чем-либо другом, который строится исключительно на афоризмах, это, скорее всего, никчемный разговор. На поверхности он может оказаться ярким, а по сути своей пустышком. Ну, а коль скоро на нашем биржевом инвестиционном поприще очень часто прибегают к тем или иным афоризмам, и многие из них как раз-таки затерты до блеска, давайте попробуем пройтись в этом путешествии по некоторым из них. Ну, так уж, в серии «Кто вооружен, тот предупрежден». Тоже, кстати, весьма замшелый афоризм. Самое удивительное, конечно, то, что вот эти афоризмы, афористичность мышления и попытка через афоризмы найти прямо-таки универсальное, окончательное решение, вот вся эта история почему-то очень плотно отражается на биржевом рынке, казалось бы, очень сухом, который не терпит ни сантиментов, ни увлеченности какой-нибудь одной идеи. Тем не менее, это так. Один из самых распространенных афоризмов, которые употребляются биржевиками, это знаменитая фраза, то ли Рокфеллер сказал, то ли кто-то еще, это совершенно на самом деле не важно, о том, что когда чистильщик обуви начинает спрашивать, не покупать ли какие-то акции, значит, пора продавать. Самое любопытное в том, что эту фразу взяли на вооружение миллионы чистильщиков обуви во всем мире, ну и особенно в нашей афористичной стране. Поскольку каждому чистильщику хочется как бы через эту историю отмежеваться от других чистильщиков, мол, я не чистильщик обуви, я нечто высшее, я нечто элитарное, я отдельно от масс. Стоит за этой фразой практически ничего, кроме, по большому счету, того, что называется, дурацким словом, понты. Половина населения у нас как бы знает про понты и все, что видит вокруг себя, особенно отличающее от себя, тут же ставит клеймо, это понты. А другая половина считает, что понты это смысл жизни и, ну, это естественно, в это надо обязательно играть. Ну, с другой стороны, у нас очень маскулинизированное, да, мужское общество, а понты это игрушка мальчиков. Как известно, у мальчиков, извините, это тоже афоризм, вторые 40 лет детства самые интересные. Я, кстати, вспоминаю историю про понты, когда единственный раз вот это слово, этот подход в моих глазах сработал как оправдание. Познакомился я как-то совершенно случайно на телесъемках с известным когда-то российским миллиардером, олигархом Сергеем Полонским. Тот самый, который в свое время сказал знаменитую фразу, если у человека нет миллиарда, он идет в задницу. И мы с ним, когда говорили во время телевидения, показалось, что очень разумный, интересный человек, во многом наши взгляды совпали. И уже после съемок я подошел к нему и он говорит, Сергей, извините, ради бога, за дурацкий вопрос, но вот по той фразе мне показалось, что вы жуткая дешевка. Как случилось, что вы ее произнесли, потому что сейчас мне кажется, что вы человек, с которым интересно общаться. Полонский посмотрел на меня и сказал, Ян, вы знаете, ну пьян был, это были просто понты. И, честно говоря, вот эта искренность оправдала в моих глазах вот ту знаменитую фразу про миллиард. Но, тем не менее, вернемся к тем самым чистильщикам обуви. Да, с одной стороны, конечно же, это так. То есть, когда ажиотаж вокруг фондового рынка достигает состояния массовости, очень высока вероятность, что в этот момент фондовый рынок на очередном историческом этапе достиг предела своего роста. И скоро будет обрушение. Только поэтому совпадают часто те моменты, когда чистильщики спрашивают про акции, и акции пора уже продавать. Только поэтому. Но это совпадение, конечно же, не 100%. Афоризм номер два. Собственно, это даже не афоризм, а просто заезженная формула, которую постоянно повторяют в тех или иных реинкарнациях под любыми биржевыми темами. О том, что хомяков обязательно постригут. Любопытно, что здесь примерно ситуация точно такая же, как с чистильщиками обуви. То есть тот, кто произносит эту фразу, он на самом деле не про смысл. Он на самом деле про то, он хочет четко обозначить, вот как собачка, которая писает около дерева, обозначает, что это ее территория. Обозначить, что он точно не хомяк. Вот, в принципе, самое большое удовольствие любого хомяка, это посмотреть или надеяться, что постригут других хомяков. Они получают в этом процессе, ну, некоторое эстетическое наслаждение, что они оказались не в числе постриженных хомяков. Кстати, часто этим афоризмом оправдывают то, что вообще не инвестируют. Не инвестировать можно и нужно, если хотите, по другой совершенно причине. Вам это неинтересно, вы этого просто не хотите. Для этого не надо обязательно подбирать некую идеологическую подоплеку. Например, вот я сегодня не купаюсь в этом замечательном море, потому что не хочу купаться. А не потому, что в этом море купаются только хомяки, идиоты, дураки, люди ниже меня и так далее, и так далее. То есть это такой подростковый какой-то комплекс. Если я чего-то не делаю, значит, это занятие идиотское. На самом деле хомяков не обязательно подстригут. На самом деле никто из тех, кто делает погоду на фондовом рынке, вообще не заинтересован в том, чтобы разорить и каким-то образом переложить в свои карманы капиталы хомяков. Дело в том, что хомяки, как правило, увлекаются, начинают играть в каких-то других, более серьезных животных и стригут себя сами. И вот из этой же мысли о хомяках, которых обязательно подстригут, вытекает еще один афоризм, который давно известен задолго до фондового рынка, по крайней мере до фондового рынка, с тех пор, как он появился в России. О том, что, мол, с государством в азартные игры я не играю. Вот этот афоризм, это не тупая, красивая, ну, в данном случае даже не красивая, а не хлевская фраза, потому что, действительно, это, наверное, фраза, впитавшая весь опыт жизни в России, где с государством в какие-то игры азартные, а может быть и скучные, играть вообще лучше не приходится. Но в преломлении к фондовому рынку зачастую это тоже афоризм, оправдывающий вот некоторое такое отторжение. На самом деле, если человек говорит такую фразу, ответьте ему легко, это тебе кажется. На самом деле ты все-таки играешь государством азарту, а может быть скучную игру, которая называется стрижка овец. Это, кстати, к вопросу о хомяков, которых тоже подстригут. Все мы в определенном смысле овцы, которые стригут в определенном смысле и с определенной силой, ну и с определенной аккуратностью и изяществом тельные государства. Это не цинизм, это не некая ситуация ущемления, ну это просто норма. Другое дело, что можно нормально относиться к этому процессу, а можно быть той самой овцой, которая спокойненько такая стоит, ее стригут. Она говорит, это не я, это я, но меня не стригут. Меня стригут, но не так, как других, потому что я чего-то не сделаю. И такая овца одновременно поучать, начиная от других овец, что во время стрижки обязательно надо стоять спокойно, это очень мудро. Из этой же серии, государство, с которым нельзя играть в азартные игры, вечное утверждение, которое отнюдь не афористично, что биржа это лохотрон, что биржа это казино. Ну и дальше, как правило, мысль продаливается дальше, что лох не мамонт и подразумевает, что тот, кто это говорит, он, конечно же, не лох. На самом деле, вот в этом постулате, запакованном в неизящную, рабоче-христианскую, но афористическую якобы форму, просто сидит тот же самый страх перед какими-либо движениями, активными движениями в тех правилах игры, в которые мы живем, в частности, с нашим государством. И, безусловно, 2022 год, он, конечно же, по своей сути, на много-много лет вперед даст прекрасную пищу для всех тех, кто будет в очередной и в очередной раз утверждать, с государством я в азартные игры не играю. Но здесь есть одна маленькая беда. Все государства мира, наши в особенности, они стали играть последние, ну, лет так почти 100, наверное, может быть, чуть меньше, в одну очень интересную игру. Если ты просто стоишь на своих деньгах, мы отберем тебе их путем девальвации их реальной ценности. И в любом случае, каждый из нас умножен играть в игру под названием «Используя эти деньги для чего-то другого». Направлению основных всего лишь два. Либо вложение материальной активы, это может быть все, что угодно, начиная от какой-то вещи, автомобиля, дачи, дома, виллы, хоть замка. То есть в некий материальный актив, который имеет другие свойства, нежели деньги. Либо все-таки инвестиции. Так что, когда вам приходит в голову мысль вполне, в общем-то, мудрая и логичная, что с государством в азартные игры нельзя играть, не ошибитесь точно и поймите, что даже если вы будете бездействовать и ничего не делать, выяснится, что вы все равно заложники в общемировой игре, отнюдь не свойственной не только одному государству, которое называется беспрестанная девальвация денег. Из этого вполне естественный вывод, что инвестиции в широком смысле, не обязательно биржевые, не обязательно фондовые, это единственный способ как раз-таки не сыграть с государством в ту единственную игру, от которой вы попросту не можете отказаться. Еще один афоризм, куда ближе, кстати, к бирже, конкретно к бирже, чем предыдущий. Афоризм, который стал очень моден в последние годы, подозреваю, что лет 5, тем более 10 лет назад, его мало кто слышал. Это идея о том, что надо покупать, когда на улицах льется кровь. Опять же, приписывается неважно кому, ну допустим, к тому же Рокфеллеру. Я сейчас это говорю, потому что, если честно, этот афоризм настолько навяз в зубах, что уже просто не интересует, кто это сказал. И это произносится и произносится с таким умнейшим видом, из которого в результате возникает естественная ловушка, что именно потрясения являются основой для того, чтобы успешно проинвестировать. Да, безусловно, каждое потрясение, это, как правило, перераспределение капиталов. Но каждое перераспределение капиталов, оно естественным образом становится исторически заметно через средства массовой информации, которым, слава богу, если считать от знаменитых венецианских хроник без малого полтысячелетия, через историю, через учебники, через, ну вот через нечто, что становится хроникой человечества. Поэтому кажется, что потрясение, это чуть ли не единственный способ достичь нормальных успехов вот в деле каких-либо инвестиций. Да, конечно, понятно, что все мы знаем пример будущего барона, банкира Ротшильда, который накануне на Ватерлоу нанял свежих лошадей, организовал конные подставы от Ватерлоу до Астенды. Первым успел сесть на заранее приготовленный судно, появился на лондонской бирже и сыграл на том, что пустил ложную информацию о победе французов, в результате успешно продал французские облигации, купил подешевевшие резко британские, и когда через несколько часов пришло настоящее известие о результатах, оказался тем самым Ротшильдом, который, ну и дал начало роду известному теперь всему человечеству. Да, такие истории выглядят ярко и, конечно же, попадают в аналы, но на самом деле огромное количество успешных инвестиций, успешных капиталов совершено вовсе не в те времена, когда на улице льется кровь, а как раз-таки в абсолютно спокойные времена. И, условно говоря, кроме того же Ротшильда был, допустим, французский банкир Лафит, который богател и в спокойные времена, и в неспокойные, и во время революции, и особенно между революциями, скажем, в относительно спокойные времена короля Луи Филиппа. Поэтому не надо придавать излишнего значения утверждению, что надо покупать, когда на улицах льется кровь. По двум причинам. Первая. Не только в периоды великих потрясений могут быть сделаны успешные и даже весьма успешные инвестиции. А вторая причина куда более банальна и тоже покрывается афоризмом, только уже не Ротшильдами, не Рокфеллерами, а старинной российской мудростью. Это еще цветочки и ярлыки будут впереди. Возможно, все то, что показалось вам потрясениями и поводом, следуя вот этому афоризму, покупать, это всего лишь была прелюдия куда более глубоким потрясением, которые могут к чертовой бабушке смести все ваши построения, основанные вот на этой логике. Ну, пример, февральская революция, точнее по старому стилю мартовская революция 1917 года в России. Если бы тогда уже существовало это высказывание, вполне возможно, кто-то в этот момент мог бы сказать себе, «О, я буду героически не поддаваться панике и покупать, когда вокруг сплошные потрясения». Если предположить вот такую модель, то в октябре 1917 года все эти построения были сметены к чертовой бабушке куда большими потрясениями, чем можно было ожидать в моменте. Так что мысль интересная, не забывайте ее, она, кстати, очень хорошо действует от излишней паники, но ни в коем случае не позволяйте ей стать в вашей личной инвестиционной истории неким незыбливым и слишком значимым поскладом. И в продолжение темы крови есть еще одно высказывание, которое тоже любят применять и к пониманию экономики, по крайней мере в нашей богоспасаемой стране, и к пониманию фондового рынка. Высказывание это приописывает то Карлу Марксу, на самом деле Карл Маркс его процитировал, и звучит оно просто «нет такого преступления, на которое не пошел бы капитал ради 300% прибыли». И как бы вот этим афоризмом тут же вот все очерняется, утемляется, и люди, которые инвестируют, превращаются не в людей, которые создают основу развития своим, в том числе и потомкам, и самим себе, не в людей, которые создают основу по-настоящему сильной страны, а вот неких, ну, невольных, пассивных, но соучастников вот этих самых преступлений. И легко продолжить эту мысль. Тогда любая экономика преступления, потому что в основе любого экономического действия, и, естественно, лежит в погоне за прибылью. Ну вот, есть еще одна мысль, Карл Маркс ее как-то не употребил, видимо, не соответствовала тем взглядам, которым он в конечном счете пришел, проигравшись на лондонской бирже, но, тем не менее, хочется добавить ее от себя. Звучало бы оно, если бы было такое высказывание, примерно так. «Нет такой цены, которой капитал не готов был бы заплатить за законность и свободу, просто чтобы иногда спокойно поспать». Еще одно высказывание, которое часто понимают сикость-накость. Есть две новости – хорошая и плохая. Плохая заключается в том, что рынок предсказать нельзя, а хорошая в том, что зарабатывать на нем можно и без этого. И сказал это Брюс Бепко. На самом деле, эта мысль, наверное, хороша для трейдеров, для тех, кто работает на коротких позициях, для тех, кого называют спекулянтом. Правда, в нашей стране, опять же, это слово обрастает, обрастает, ну, вот такой привычной советско-пролетарской, дремучей, мохнатой, покрывшейся мхом какой-то псевдоидеологии. Но вопрос в том, что рынок предсказать можно. С этим горячо спорят все те, кто не понимает экономику, кто не берется предсказывать, и кто считает, что если я чего-то не умею, то значит, этого не могут и другие. И я как-то говорил уже, что я бы, например, ввиду определенных особенностей с моим вестибулярным аппаратом, ну, ни в жизнь не прыгнул бы с парашютом. Мне кажется, для меня это невозможно. Разве меня бы выкинули? Но все-таки у меня есть такое смутное подозрение, что на свете существуют люди, которые, а, прыгали с парашютом, и которые могут прыгать с парашютом. Поэтому от того, что я не прыгаю с парашютом, я не утверждаю, что есть такая плохая новость. С парашютом прыгнуть невозможно. Рынок прогнозировать и предсказывать можно и нужно. И в основе любого инвестиционного действия лежит некий прогноз. Он может быть свой, он может быть чужой. Но это некое предположение, которое заставляет нас, инвесторов, нажать кнопку «бай». Соответственно, говорить о том, что рынок непредсказуем, и что вся экономика и все предположения относительно дальнейшего развития экономики в большом каком-то масштабе или в отдельном корпоративном, это все якобы, ну, вангование, как часто вспоминают в связи с этим, или шаманство. Но это, конечно же, полная ерунда. Каждый из нас живет в постоянной системе предположений. Мы сажаем саженец и предполагаем, что он вырастет, и предполагаем, что он будет давать такую-то тень, допустим, около нашего дома. Мы сворачиваем в незнакомом городе по какой-то улочке и предполагаем, что она нас выведет туда и сюда. Мы даже, не приведи Господь, женимся и предполагаем, что у нас будет счастливая жизнь, жили они долго и счастливо и умерли в один день. Поэтому мы постоянно основываемся на прогнозах и вооружаться вот красивым каким-то афоризмом для того, чтобы презрительно, снисходительно относиться к системе, вообще к самому институту, самой логике прогнозов. Это даже не снобизм, это жалкая пародия на снобизм. И для настоящего инвестора она попросту неуместна. Афоризм, который, кстати, по абсолютно случайному принципу попал вот в условную выборку нашего путешествия, это выражение, которое, конечно же, не имеет никакого прямого отношения к фондовому рынку, но которое довольно часто имеется в виду или используется инвесторами в каких-то наших обсуждениях. Политика есть концентрированное выражение экономики. Ну, известнейшая фраза Ленина, у которого есть примерно полдюжины таких хлестких фраз, которые все запомнили, отдали им должное, ну, такой чеканности звучания, и подразумевает, что в этом есть какая-то сверхмудрость. На самом деле вся история, ну, конечно, только не в изложении марксистов, сталинистов там и прочих истов, это постоянное доказательство принципа, что политика вовсе не является концентрированным выражением экономики. Хотя, конечно, истовые марксисты умудрятся под каждое движение, и особенно под те звездные, как говорил Стефан Свейк, часы человечества, когда воля, желание и сила одной личности изменяет ход истории. Вот под каждый такой случай марксист, конечно, подложит объяснение, что, условно говоря, это было выражением каких-то там экономических интересов, каких-то выдуманных классов, сословий и так далее. Условно говоря, весь гений Наполеона и всего того, что он совершил, можно упаковать в мысль, что якобы это востребовала крупная французская буржуазия. А, условно, события войны за независимость будущих Соединенных Штатов, это, конечно же, тоже дань росту колоний, которые вышли на тот уровень, когда метрополия превращалась для них в недобросовестного конкурента. На самом деле, конечно же, жизнь устроена далеко не так, и выглядит это смешно и похабно. Более того, к сожалению, и в наше время мы часто видим ситуацию, когда политика не является концентрированным выражением экономики, а скорее подчиняет, пусть не на долгое время, в конечном счете история, да и экономика расставит все на свои места, но подчиняют и зачастую просто насилуют эту самую экономику. Поэтому боюсь, что взять этот постулат на вооружение просто в свою личную философию восприятия экономики, которая, возможно, опосредована, более опосредованно, менее опосредованно, но влияет и на наши собственные инвестиционные решения, это, на мой взгляд, изначально взять не совсем верное утверждение и, возможно, попасть в просаг, потому что каждый день практически каждый из нас может столкнуться с ситуацией, когда он точно видит, что это не политика является концентрированным выражением экономики, а экономика становится и испытывает попросту синдром заложника у политики. Причем в наше время добавим одно, как правило, у политики весьма негодный. Так что на этот афоризм стопроцентно ориентироваться, на мой взгляд, тоже нельзя, хотя огромное зерно истины и здравого смысла в нем, конечно же, есть. Пункт. У него нет одного конкретного афоризма, разве что тот, который мы слышали в фильме «Белое солнце пустыни». Это идея о том, что якобы в неких действиях экономических, политических, любых других на Востоке есть какая-то такая сокровенная супермудрость и некий такой суперрасчет. И вот эта мысль, она вполне естественно действует в том числе и на всякие экономические и инвестиционные расклады. Ну, простое преломление этой мысли, это утверждение. Банальное, кстати, замыленное. Каждый из нас его слышал. Китайцы мыслят и стратегируют на 50 вариантов, на 100, на 500 лет вперед. На самом деле это абсолютное такое заблуждение, потому что кто понимает историю Китая, тот видит, сколько там было сделано ошибок, сколько было сделано сиюминодных решений и насколько все это не соответствует действительности. И история Гаминдана это показывает, и все, что случилось, и как неожиданно все это обернулось расколом Китая на две неравные, но мощнейшие части собственно материковой Китая и Тайвань. И история империи Цин со всеми ее проблемами, ошибками, изгибами, абсолютно, кстати, субъективными. И история попыток обрести тульную государственность на севере Китая, в Маньчжурии, когда то существовал проект Желтороссии, которая должна была либо войти, либо стать протекторатом Российской империи, а буквально через считанные десятки лет проект отдельного маньчжурского государства, которое на несколько лет сумели реализовать японцы в своих истинных интересах. Но уж история опиумных войн это, в общем-то, сплошная история недоразумений, ошибок и никак не стратегического видения на 50 или 100 лет вперед. Возникает естественный вопрос, а с чего мы, я вам говорю, не вы, а мы, потому что и сам поддаюсь, конечно же, вот этому стереотипу, взяли, что сегодня это не так. Что вот после всего совершенного Мао Цзэдуном в Пекине образовался некий синендрион такой действительно сверхмудрых старцев, которые мыслят и стратегируют на 50, на 100, 500 лет вперед. Китай миролюбиво пытается, ну формально миролюбиво, он очень жесток в экономике, миролюбиво с точки зрения банального представления о том, что такое война и что такое мир, пытается добиться реализации своих интересов. Китай отступает в каких-то своих амбициях, когда это нужно. Китай делает шаг назад и готов выжидать. В этом вполне возможно сказывается какой-то восточный менталитет, но за этим менталитетом не стоит видеть планирование на 50, на 100 и тем более на 500 лет вперед. Это просто, ну, наше естественное желание, такой человек склонен к эстетике. У каждого она может быть своя, и чужая эстетика кому-то кажется уродством, но не важно, к эстетике плохой, хороший, белый, темный, но склонен. И поэтому это такое желание увидеть в очередной раз в простейшей, более примитивной игре, ну, например, в шашке, увидеть красивую такую шахматную партию с неким восточным орелом мудрости и векового стратегирования. Боюсь, что самое смешное, вот этому стереотипу, главную пищу создал даже не Шанхай, Пекин и не Поднебесная империя, а абсолютно находящееся на западе местечко под названием Голливуд. Так что в отношении вот этой псевдо-китайской мудрости и псевдо-восточного стратегирования на века вперед, я всегда вспоминаю, как отцу Брауну сообщили такую тривиальную мысль, что собаки удивительные создания. Да, собаки замечательные создания, сказал отец Браун. Только не путайте создание с создателем. Не обожествляйте китайское стратегирование на 500 лет вперед. Лучше отмотайте историю Китая на 500 лет назад, и вы поймете, что те, кто тогда управлял Китаем, давно уже находятся в таком историческом забвении, что вряд ли можно было предположить, что это и есть их план на 500 лет вперед. Восток, конечно, дело тонкое, иногда упрямое, иногда очень эгоистичное, но не следует считать, что это более мудрое дело, чем наш привычный Запад. Вот такая вот прогулка по афоризму. Я ни в коем случае не хотел выглядеть исключительно нигилистом, который поставил себя над этими афоризмами и так вот саркастично их разоблачает. В большинстве из них есть огромная доля и мудрости, и в эти формулы запечатлены действительно и здравый смысл, и огромный исторический опыт. Я лишь говорю о том, что нельзя их принимать за абсолют, за некий довод, достаточный в той или иной ситуации, особенно для инвестора, человека, который должен действовать хладнокровно, и для которого красота некого постулата и фразы не должна затмевать реального смысла и содержания. Все приходится взвешивать на внутренних аптекарских весах. Это не значит, что у каждого из нас весы какие-то сверхточные. Вполне возможно, что мы их настроили уверенно в их точности, а они абсолютно неточные. Но уж это точно значит, что вот огромную чугунную гирю, видим в некой такой запечатленной в афоризме или в неком высказывании мудрости, не стоит опускать на хрупкие чаши этих весов. Мы их только сломаем и ничего не добьемся. Знаете, вот в этих суровых местах, где в свое время ходили викинги, невольно напрашивается мысль, такая дурацкая аналогия. Вот если вы позволяете всевозможным афоризмам, мудрым мыслям и универсальным постулатам заковать свое мышление, то вы начинаете напоминать такого средневекового рыцаря в доспехах, который выглядит, конечно, весьма и весьма внушительно, и так лязгает, и грохочет очень внушительно, но при этом абсолютно неповоротлив. А для фонного рынка это исключено. Даже если такой рыцарь, вооружившись весь броней из мыслей, афоризмов и так далее, чувствует себя абсолютно неуязвимым. Поэтому есть один афоризм, я не знаю, по-моему, у него нет афора, это просто такая народная мудрость, которую часто цитируют на трейдерских инвестиционных форумах и всевозможных онлайн-сообществах. Тоже по-своему банально постоянно цитировать одно и то же, но вот, по крайней мере, в нем я не вижу изъянов. Звучит он просто. Знаете, в чем разница между трейдером и богом? Бог никогда не воображает себя трейдером. Я думаю, что это тот самый последний афоризм, который нам всегда, каждому из нас стоит иметь на вооружении. Что же касается до различных ситуаций на рынке и вот необходимости их как-то осмыслить и, может быть, иногда обсудить, то я против афоризмов, потому что боюсь, что за красивостью и чеканностью формул может исчезнуть какой-то смысл. Из всех афоризмов против афоризмов мне в данном случае ближе любимые слова Пушкина, которые он как-то написал на рукописи князя Вяземского. Выражайся проще, ты достаточно для этого умен. Я полагаю, что этот пушкинский постулат в полной мере на 100% подходит для наших с вами инвестиций. Хорошего вам путешествия и по дорогам, и по инвестиционным, и по буквальным. И я очень надеюсь, что, по крайней мере, в этом году инвестиционные дороги все-таки выведут нас из того тупика, болота и бездорожья, в котором мы, как мне кажется, исключительно временно оказались. Новости, аналитика, видеопортала finversia.ru и finversia.tv в удобном для вас формате в Яндекс.Дзен и на Телеграм. На главной странице портала finversia в правом верхнем углу нажмите на значок удобного для вас канала. Подпишитесь и получайте наши материалы и видео так, как вы привыкли.